ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В Государственной Думе предложили изменить правовой статус правил дорожного движения. На гражданах это отразится вряд ли, но законотворцы считают задуманное крайне важным. Речь идет о том, чтобы возвести ПДД в ранг федерального закона, а не постановление правительства. В результате свод правил поведения на дороге станет более значимым. Противники этой идеи утверждают, что процедура внесения поправок в ПДД станет долгой и муторной. ТРАССА СТО ОДИН В российском кабинете министров задумались над тем, как снизить траты на уличное освещение. Ведомства должны представить свои предложения до начала весны следующего года. Речь, как ожидается, пойдет о внедрении энергосберегающих технологий, запрете неэкономичных ламп, добровольной сертификации свесильников. Цель – достичь 30-процентной экономии. Но лишь бы все это не свелось к отключению трети фонарей. ТРАССА СТО ОДИН Автошколы раскритиковали новый порядок сдачи практического экзамена на права. Напомню, что с апреля следующего года автодром и город объединят в одно испытание. В таких условиях, говорят в образовательных организациях, оценить навыки кандидата будет трудно. Например, как контролировать длину отката при трогании с места на подъеме. Или параллельная парковка задним ходом. Надо просто встать параллельно краю проезжей части или же еще и между двумя автомобилями. В общем, автошколы предлагают отправить поправки на доработку. ТРАССА СТО ОДИН Сколько денег в месяц уходит на машину? Согласно исследованию одного из банков, информирует издание «За рулем», 42% российских автомобилистов тратят на свою ласточку до 5000 рублей. Это и бензин, и страховка, и ремонт, и штрафы, и другие платежи. Около 20% укладывается в сумму от 5 до 10 тысяч. Каждый десятый платит более 20 тысяч рублей. Личный автомобиль есть почти у каждой второй российской семьи. ТРАССА СТО ОДИН В Калининграде стартовал выпуск «Киа Мохава» нового поколения. В продажу машина поступит ближе к концу этого года. Информации о технических особенностях и ценах пока нет. Текущее поколение внедорожника продается минимум за 3 миллиона 100 тысяч рублей. Автомобиль получит безальтернативный трехлитровый шестицилиндровый дизельный мотор мощностью 249 лошадиных сил. Трансмиссия – восьмиступенчатый автомат. Привод полный. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова